Антон Жилнов С сегодняшнего дня ты еще и колумнист Ленты.ру, там многие обсуждают твою сегодняшнюю колонку на ленте, памяти поэта Вадима Нигатурова и вообще памяти всех погибших в Одессе, в Краматорске, в Славянске. Но я не столько сейчас о тексте и его качестве, сколько о репутации Ленты.ру после всех произошедших с ней перемен. Ты прекрасно понимаешь, что многие упрекнут тебя в беспринципности, что вот ты теперь и на ленте публикуешься вот в том измененном виде ленты, в котором она сейчас выходит. Можно ответить сразу? Да, тебе вот репутационные издержки не вредят вот в этом контексте? Ну, для начала хочу сразу заметить, что я не колумнист Ленты.ру, просто со мной связалась редакция и попросила высказаться по впечатлениям от поездки в Донбасс. Но я параллельно появляюсь много где. То есть я могу появиться иной раз в эфире федерального телеканала, я могу появиться в эфире Дождя. У меня появляются колонки на Коммерсанте, Коммерсант.фм, с очень частой регулярностью. Я веду программу на Эхо Москвы, я всюду остаюсь самим собой. Играть в эту такую сектантскую игру, что вот ваш сайт, сколько бы его ни посещал людей, это нехорошо, я туда не пойду. Честно говоря, у меня просто нет физически времени стать колумнистом для этого издания или там для какой-нибудь газеты.ру. Но если бы я мог разорваться на много частей, я бы писал бы еще во множество мест. И в новую газету, и в газету «Завтра», без всяких проблем, и всюду оставаясь самим собой. Самое главное, кто ты и что ты говоришь. Да, но вот смотри, при этом сейчас, ты сам этому свидетель, время парализации, поляризации, раскола. Мы видим, как там за оппозицию достается Дмитрию Ольшанскому, знакомому нам с тобой, за его позицию, которую он выражает в Фейсбуке. Ну, вообще, время занимать какую-то радикальную позицию. Так уж сложилось. Тебе удается нравиться, да, ну, за исключением там мелких каких-то конфликтов в семилетней давности еще по «Справедливой России» и либералам, и национал-патриотам. Вот как раз не вредит ли это качество быть удобным для всех, когда ты говоришь, я могу и там, и сям, для тебя, как именно для писателя? Отвечаю. На самом деле, во-первых, не стремлюсь никому нравиться, во-вторых, никому не нравлюсь. И каждый раз всяческое высказывание встречает огромное сопротивление. Прихожу я в эфир «Эхо», сажусь, читаю ленту, смс-ок, моя фамилия оказывается красной тряпкой для тех, кто заранее знает всю правду, в том числе о происходящем на Донбассе. Я уверен, что для многих из аудитории «Дождя» сейчас поводом для истерики будет просто мое появление здесь. Точно так же и со стороны официоза, конечно, потому что когда я приходил в эфиры и, пользуясь возможностью, я всегда говорил о том, о чем считал нужным. Также, когда я встречался с первыми лицами Медведева, я спрашивал об избиении Кашина, Путина дважды я спрашивал о болотниках, и, надеюсь, определенному количеству из них удалось помочь. Я остаюсь самим собой. И, повторяю, эта позиция раздражает обязательно тех и других, кто хочет устраиваться в какие-то удобные секты. В нынешней ситуации, например, то, что я съездил на Донбасс, сам этот факт, конечно, это повод для неприязни со стороны очень многих. Но вот сегодня у меня вышла как раз про это дело колонка. Я после Донбасса недельку отдыхал с сыном в Болгарии. И так получилось, что там на одном пляже лежат люди из России и из Украины. Это, конечно, очень тяжелое болезненное впечатление. Казалось бы, сладкая жизнь, море плещется. Каждый лежит в своем окопе. У каждого в голове свой телевизор. И они обмениваются диаметрально противоположными шаблонами. Это большая трагедия. И возникает главный вопрос. А дальше что будет? Это неприязнь, перерастающая в ненависть. Впереди август 14-го. А может ли зарасти эта пропасть? Или она будет углубляться? Я думаю, что очень часто художественная правда, вот правда человеческих впечатлений, того диалога между русскими и украинскими детьми, которые я услышал у себя под балконом отеля, это гораздо важнее и долгосрочнее, чем сиюминутные скорополитные выводы. Хотя, конечно, и в политике, во всем происходящем, хотя это уже не политика никакая, просто вот в этой войне у меня есть свои суждения и свои выводы. Я могу заблуждаться. Очень часто я стараюсь спровоцировать слушателей или зрителей или собеседников на ответную реакцию, чтобы они тоже задумались и размышляли вместе со мной. Но самое неприятное и неудобное – это заранее выбранная позиция. Собственно говоря, мы знаем, что такое официоз, и мы точно так же можем наблюдать, что такое обратная сторона медали. – Безусловно. Но как тебе тогда удается сохранить какую-то выдержанность во мнении, когда, по-моему, эту выдержанность никому не удается сохранить? – Да не удается. Да не удается. И бывает, что у самого тоже, значит, нервы пляшут. – Бывает такое. Иногда сдерживаюсь, сжимаю зубы, иногда говорю о чем-то, что, может быть, и не надо было говорить. Конечно, все живые люди. – Да. Ну вот то, о чем ты сказал, про то, что аудитории, каждая из аудиторий воспринимает тебя по-разному, но, тем не менее, согласен ли ты, что это для власти очень такая удобная как раз ниша, и технологическая, она многих отработанная. – Когда человек, подобный тебе, аудитория воспринимается полярно, да, в зависимости от СМИ, но при этом, в общем, власти как раз такой человек и может быть нужен и интересен, потому что он работает сразу на несколько лагерей, да, стравливая их между собой, эти лагеря, они стравливая, но, тем не менее, такой универсум, который очень удобен. – У меня ощущение, что власти нет дела ни до меня, ни до литераторов. Вообще, типологически, любой власти, конечно, литераторы сами по себе любопытны, как, в общем-то, независимые люди, у которых есть прежде всего ручка и бумажка или ноутбук, то есть, по большому счету-то, я зависим только от самого себя. Это дает свободу, это дает пространство и для высказываний, и для действий. Но, скажу честно, никакая власть на меня никогда не выходила, и я к этому отношусь легко, спокойно и чувствую себя вольным стрелком. – Как же не выходило, если мы с тобой, но я там был журналист, мы были на нескольких мероприятиях. – Я упомянул эти встречи, да, но я имею в виду, каких-то кулуарных переговоров со мной никто никогда не вел. – Хорошо, если вернуться к твоему политическому опыту, и по поводу власти на тебя не выходила, да, можно вспомнить твое участие в Союзе молодежи за Родину, когда Родину партию возглавлял Дмитрий Рогозин, и вообще, ну, в общем, известно, что… – Видно, всю жизнь меня будут спрашивать о том, когда мне было 24 года. Сейчас мне, напомню, 34 года. – Да, понятно, что многое с тех пор поменялось, но, тем не менее, насколько я понимаю, человек, который тебя в политику привел, и ты сейчас сохраняешь с ним достаточно крепкие отношения. Я говорю о нынешнем вице-премьере Дмитрии Рогозине. – Вот скажи, какую роль, на твой взгляд, Рогозин играет в нынешней политике, раз уже прошло 10 лет, как ты сам сказал, и не кажется ли тебе, что он таким главным антиамериканистом стал, и, по сути, подменив в этой роли Жириновского? – Рогозин, безусловно, очень яркий политик, я с ним не поддерживаю крепких отношений в силу занятости его, в первую очередь. – Ну, или твои? – Да и у меня тоже очень много дел, но изредка как-то друг другу отправляем смайлики, что называется. – Да, 10 лет назад, когда была пресловутая монетизация льгот, у меня создалось ощущение, что и так нищего и бедного отбирают последнюю сумму, потому что я человек, для которого социальная справедливость – это не пустой звук. Тогда возникла идея создать движение под названием «Ура», оно так называлось. Там было нечто под названием «Зародина», и потом это превратилось в движение «Ура», где были творческие люди – Прилепин, Сенчин, Судулаев. – Олег Бондаренко там, по-моему, еще был такой. – Да, и это было сочетание творческих вечеров, литературных встреч, протестных, протестных уличных акций. Я был не раз задержан. И вот и все. Определенную поддержку в тот момент оказал Рогозин, в тот момент занимавший, кстати говоря, такую явную оппозиционную позицию. Сейчас, если ему удастся что-то наладить в плане промышленности и производства, это было бы здорово. Посмотрим, насколько это получится. Что касается яркого антиамериканизма, но он всегда выступал с позицией защиты национальных интересов страны. Это нормально. Я бы здесь не сопоставлял его с Жириновским. – Смотри, еще один человек, с которым ты поддерживаешь отношения, он был и у тебя на нескольких вечерах твоих, это помощник президента нынешний Сергей Глазев, который как раз очень твердую позицию в отношении Украины занимает. Как политически ты его воспринимаешь? – Я думаю, что, наверное, это даже к лучшему, что Сергей Глазев сейчас не тусуется на непонятных пикетах. Ведь, к сожалению, так получилось, и это как раз укор по отношению к нашей власти, что очень многие талантливые и яркие политики не смогли реализоваться именно в сфере состязательной политической борьбы. – По сути, их оттуда убрали. У Рогозина разгромили его партию Родина. Мы помним его травлю, его уничтожение, как именно политика. Он сейчас не политика, он государственный деятель. То же самое было и с Глазевым. Глазеву отовсюду убрали и устранили. – Но Глази вернулся. – Вот они вернулись. – И если, вот, я, например, вне всякой власти, но вот эти люди, они решили пригодиться своей стране таким образом. Я не вижу здесь ничего зазорного. Но я думаю, что в данном случае эффективность от Глазиева больше в нынешних общественно-политических условиях. – А в чем ты его эффективность находишь? – Ну, прежде всего… – В высказываниях про национальные производственные системы. – Прежде всего, это касается таможенного союза. Это касается Еврозес. Это касается огромного количества договоренностей. Потому что, ну, никуда от этого не деться. Конечно, миллионы, многие миллионы людей заинтересованы в этой тесной интеграции. Тем более, ее нужно проводить не огнем, мечом, а путем нормальных, сложных договоренностей, экономических крючков, зацепок, грузопоток. Огромное количество территорий в этом прямо заинтересованы. Если Россия, Беларусь и Казахстан будут там хорошо, Украина до недавнего времени через мнение большинства своих граждан тоже этого хотела. Но, к сожалению, Россия отсутствовала. Это ведь проблема и в том, что мы можем потерять дальше и Беларусь, и Казахстан. Россия отсутствовала. Россия не проявляла себя в смысловом, в интеллектуальном плане. Когда она стала проявлять, по-твоему? В связи с Украиной себя? Ну, я бы не сказал, что стала проявлять. Пока, к сожалению, вот говорить о какой-то серьезной субъектности, о том, чтобы мы стали по-настоящему привлекательны, чтобы мы начали выигрывать в битве за умы и сердца, об этом пока говорить не приходится. Ведь выросло целое поколение, среди которых очень много русских людей, которые вообще не воспринимают ни Россию, ни то, что происходит сейчас в Донецке и Луганске. И многие из этих русских людей готовы как раз нам, ну не нам, а Новороссии, противодействовать, в том числе с огнем и мечом в руках, теми самыми, которые я здесь упомянул. Это раскол. То же самое во многом происходит и в России. Вот есть задушевный такой личностный телеканал «Дождь». И это нормально, это хорошо. Но в России немало интеллектуалов, которые придерживаются консервативных, левых взглядов. Но их не увидишь на федеральных каналах. У нас... Но уже увидишь как раз. У нас, как правило, охранительную позицию представляют какие-то чиновники, часто очень жуликоватые персонажи, какие-то весьма обтекаемые, неубедительные деятели. И вот эта номенклатурная безидейность, она в конечном итоге всех и губит. Вот выводы из киевских событий, из Майдана, первоочередные выводы, стоят в том, что Януковича не интересовали идеи, его интересовали деньги. Мне кажется, что деньги и счета его беспокоили больше, даже чем собственная шкура до последнего момента. Ну, вот смотри, ты сейчас сам использовал и в своих колонках неоднократно используешь слово «Новороссия». был на Донбассе, учитывая, что ты еще и автор романа «1993-й», то есть ощущение, что с тобой на Донбасс переехали все защитники Верховного Совета, Стрелков, Бородай. Вот вся эта романтика по поводу вот этого большого русского мира, это такой исторический реванш и для тебя тоже за 93-й год? — Это хороший вопрос, но, кстати говоря, роман «1993-й» — это в последнюю очередь политическая книга. Это как раз сложный полифоничный текст, где присутствуют разные правды, разная логика. — Я понимаю, отличная к историческому, но тем не менее. — И столкновение разных позиций. Для меня, когда я поехал туда, они сами себя называют «Новороссией», вот они Донецк и Луганск, их руководители, но я когда поехал туда, мне хотелось понять, а как называют себя обычные люди? Те, кто не взяли оружие в руки, те, кто даже не участвует ни в каких митингах, кто сидит дома, ходит по улицам, в общественном транспорте. Я их стал расспрашивать, стал интересоваться их мнением. Вот это было для меня первоочередным. И я обнаружил и услышал одно. Они чувствуют себя брошенными все эти годы, они произносят одно и то же. Нас не слышат все эти годы, а сейчас тем более. И действительно там прошел этот референдум 11 мая. Действительно, 90% пошли и проголосовали за обособление. Ну, можно, конечно, говорить, что это были не стерильные условия, что летали пули и снаряды. Но, тем не менее, это повод хотя бы призадуматься о настроениях в Донецке и Луганске, хотя бы сопоставить то, что мы имеем сейчас по социологическим выкладкам, с тем, что было несколько лет назад на парламентских, на президентских выборах, когда те же 90% выголосовали отнюдь не за те силы, которые сейчас восторжествовали в Киеве. Поэтому это повод, по крайней мере, для профессионального журналиста не говорить, что «А-а-а, значит, я так ненавижу российскую власть, что я ненавижу вместе с ней и всю российскую государственность. Русский мир – это выдумка. Не существует людей, которые тянутся в Россию, не существует этих многих миллионов, которые желают жить именно в ареале русской культуры. Ничего этого нет, пошли все куда подальше, да здравствуют танки Саакашвили, да здравствуют танки господина Порошенко». Это ложная позиция. Но точно такой же ложной позицией является и диванная шапка закидательства. Выход здесь исключительно в разговоре. И, кстати говоря, европейские государства стали это понимать. Да, но смотри, по поводу безидейности, которая, как ты говоришь, отсутствует по-прежнему на федеральных каналах, мне, например, так не кажется, потому что как раз сейчас идейные игроки, национал-патриоты как раз стали частью мейнстрима. Те, кто пылились на сайтах антиквар.ру, стали такими идейными борцами, которые вполне себе присутствуют на федеральных каналах. Взять того же Борода или взять тот же романтический образ Стрелкова. Но это другое, это не телеканалы, это прямое действие. Нет, в том числе и телеканалы, которые транслируют с ними интервью. Вот тебя, с точки зрения писателя, не журналиста, по-журналистски понятно, интересно, важно дать слово двум сторонам и так далее. Тебя, как писателя, каким образом все это вдохновляет? Ты видишь в войне идущей какую-то романтическую сторону, да, понятную по-писательски героизацию. Вот для тебя это что, как писательский опыт, если учитывать? Война это, прежде всего, большая беда и большое горе. Но для писателя бывает и инструмент. Да, в общем, конечно, для писателя есть странное трагическое притяжение всех этих событий, но мне важнее было увидеть людей. Понимаешь, характеры, они особенно ярко проявляются на фоне потрясений. И становится понятно, кто есть кто. И больше того, как-то становится совестное, но и раз не поехать и самому не увидеть, а вот сидеть просто в студии и рассуждать. Именно поэтому это был не первый мой конфликт, куда я поехал. А что касается там наших каналов, да, по-разному там все устроено. Тем не менее, есть огромное количество людей, которые действуют на свой страх и риск. Ну, помимо, ты здесь, Альшанский, как бы его не обвиняли в том, что вот он такой сякой. Понятно же, что он совершенно атомарный персонаж, не имеющий никаких спецзаданий, никуда не адаптированный, так скажем. Не инкрустированный ни в какой официозный контекст. Или, например, Егор Просвирнин. Не инкрустированный, и Дмитрий был на прямой линии с президентом в гостином дворе, и ты бываешь на мероприятиях с участием президента. Я не хочу говорить, я бываю как журналист, вы все-таки бываете как участники, это немного разные вещи. Нет, ну, я был на встрече как литератор, как писатель, и говорил о неудобных вещах, это был мой долг прийти и задать вопрос. Да, но согласись, не всех писателей и литераторов зовут. Что касается Альшанского, ну да, может быть, он где-то и появляется, мы сейчас, в принципе, не его обсуждаем. Но, на мой взгляд, как раз вот такие интеллектуалы, независимые деятели, вот я вспомнил про Свердина здесь, человек, с которым я зачастую не согласен, но который очень много сделал как раз для популяризации крымской идеи среди молодежи, среди интернета. Я не думаю, что к нему как-то потеплели где-то наверху. А, например, сейчас в тюрьмах сидит немало людей, которые могли бы быть сейчас не в тюрьме, а наоборот там. Вот мы же видели случай, когда человек поехал добровольцем, вернулся, а его тут приняли как фигуранта боролболосного дела. А Удальцов с Развожаевым, а Ярослав Белоусов, а Данил Константинов и так далее. То есть, есть огромная среда и больше того, вот в чем дело. Что касается Борода и Стрелкова, очень многие люди, учитывая статичность политических процессов России, не находят себе здесь применения. Но при этом выступать против собственной страны они тоже не готовы. И вот для них то, что называется Новороссия, стало отдушиной вдруг. Они едут туда, многие погибают, добровольцы. Но для них это какая-то возможность проявить себя. Вот я призываю всех, абстрагировавшихся от взглядов, там, либеральных или государственнических, просто подумать над этим психологическим и социальным феноменом. Это есть. Многие молодые люди не чувствуют своей востребованности в сегодняшнем российском обществе, и для них Новороссия это форточка. Да, Сереж, ты сказал про то, что не про Свернину, никому власть не помогает, но при этом ты прекрасно знаешь, что власть следит сейчас за каждым чихом, за каждым более-менее заметным Фейсбуком, Твиттером и так далее. Я не знаю. Тебе виднее, я не понял. Неужели ты считаешь, что власть не научилась работать с героями, которых мы обсуждаем, не научилась контролировать информационное поле, потому что, по твоим словам, это все какое-то отпущенное на свободу зона действий, которая никем не контролируется, и просто возникают такие романтики. Ну, сайт «Свободная пресса» я возглавляю уже два года. У нас высокая посещаемость, несколько сот тысяч, 300 тысяч минимум в сутки. У нас очень высокие просмотры статей, все время нарастает гидро читателей. При этом ко мне никто ни разу не обращался, у нас свобода. Кто владелец? Конечно, Роскомнадзор пытается периодически поднажать, но для меня, прежде чем я заговорю о владельце, для меня принципиально как раз остается печатать всех. Понимаешь, всех. Я не могу приказать своим журналистам не сочувствовать жертвам войны. Но, тем не менее, если кто-то выражает позицию киевскую, да, ему дадут слово. У меня была буквально вольтеровская ситуация в Донецке, когда стали падать бомбы, звучали выстрелы, а я сидел и редактировал текст, с которым лично я совершенно не согласен. Ну, отправлял его в печать, понимаешь. Ты сейчас говоришь как Алексей Венедиктов прямо. Я слышу нотки. Про владельца ты хотел сказать. Да, я хочу спросить про владельца свободной прессы. Кто все-таки этот человек, потому что вы нигде не раскрываете это имя. Ну, может быть, здесь есть какая-то здоровая опаска все-таки. Потому что ресурс действительно независим. Это человек, который любит русскую литературу. Насколько я знаю, он один из членов партии КПРФ. Он имеет некоторое отношение к левому движению, скажем так. Но там есть группа людей. И если посмотреть на мой сайт, ни разу не было никакой рекламы ни одной партии, ни на каких выборах, ни при каких раскладах. Мы не высвечивали никого из персонажей. То есть установка на абсолютную независимость. Человек имеет определенные деньги. Человек любит русскую литературу. Прочитал некоторые мои книги. В общем, из-за этого мы с ним познакомились. Возник разговор о том, что «А вот не затеять бы ли». В тот момент в некотором состоянии сайт уже существовал. И пришел я, пригласил Захара Прилепина. Пригласил многих других. Ведь печатались и Шендерович, и Пянтковский. Печатается Кашин два раза в неделю. Это сайт открытый для разных людей. И с удовольствием тебя приглашаю тоже в авторы. Спасибо. Сереж, я еще хотел у тебя спросить про сценарий фильма о Крыме. Насколько я знаю, там, рабочее название «Домой» этого фильма. Об этом же сообщалось. Здесь, кто заказчик этого сценария, приступил ли ты к работе над ним, и кто будет режиссером картины. Очень коротко расскажу. Это все домыслы, по большому счету, прессы. Потому что стоит бросить подобную соринку, и она раздувается до размеров мамонта. Действительно, ко мне подошел режиссер бригады, Анатолий Севушов, и сказал, Серег, есть такая затея написать о Крыме. Я ему сказал сразу, что это ни в коем случае не будет политической агиткой. Я после того, как видел, как там все начиналось, говорю, может быть, напишу сложный рассказ или сложную повесть о семейном расколе. Вот о людях, об обычных людях на фоне того времени. Все. Дальше был вопрос, а кто может быть режиссером? Я придумал свободного и юного режиссера, это Таисия Игуменцева. Это было на уровне просто разговора. Никакого одобрения, никаких денег не получено. Поэтому все это было странным образом вброшено в прессу. Я начал читать какие-то безостановочные оскорбления в свой адрес в Фейсбуке и в Твиттере. То есть это не имеет, во-первых, никакого отношения к политической агитке, во-вторых, вообще к реальности, потому что пока ничего нет. Но сейчас дописываю рассказ, тебе подарю, дам прочитать. Крымский рассказ. Будешь первым читателем. Крымский рассказ. Там есть и Крым, и Киев, и Москва. Это вообще такая сложная любовная история. Пришлю. Нам говорят, что уже пора заканчивать. Как всегда, мало времени, тем более на разговор с писателем, и публицистом, и журналистом, и главным редактором. Лучше называть все-таки писателем, мне это гораздо приятнее. По крайней мере, литератором. Писатель Сергей Шаргунов, меня зовут Антон Желнов, а сейчас авторский час Павла Лаврова.